так ребята я на кухне время у нас 12 часов ночи сегодня я подремала немножко после работы сейчас набралась сил вот время 12 наоборот надо ложиться спать а я вот пришла на кухню посудомойку засунула посуду все убрала пусть моют ну что-то руками помыла и сейчас готовлю котлетки это на обед завтра чтобы взять с собой мне и мужу чтобы на обед у нас было что покушать вот и здесь воду кипячу хочу сейчас гречь гречки отварить гречка у меня еще есть я беру такую гречку уже пакетиках чтобы удобно было сварить и не может три пакета наварю девчонкам оставлю катюша у меня уже на каникулах все у меня будет сейчас дома ксюша у нас у нее там по моему сейчас скоро сессия начинается в университете различные контрольные периодически девчонки будут конечно дома и на обед им тоже надо что-то оставлять поэтому не могу пойти спать уйти не приготовив ничего потому что потому что надо надо это сделать тем более раз я набралась сил сейчас я это все приготовлю вот так что у котлетки уже готовы вот только что гречку сварить а гречку сварить быстро купила фикс прайсе вот такой подносик корзиночку коробочку не знаю как правильно назвать ее в общем заменила поднос который у меня тут стоял такие вот такой поднос вот он мне тоже нравится покупала вики но занимает много места вот здесь на столешнице потому что он тут по ширине больше ну и как-то по цвету не вроде не подходит а не знаю а так подносик мне нравится такие но куда-нибудь пристроим вот сейчас пока на такое заменила значит готовлю кушать и смотрю олюшку вот смотрю как она рассказывает о своих духах парфюме решила пересмотреть это видео я его смотрела но подзабыла уже и сейчас хочу еще раз пересмотреть у меня тоже вот этот парфюм был шанель какой но и черный он для меня тоже был кстати тяжелым я еле еле и его добила потому что но уже надо было его куда-то деть не могла конечно им пользоваться это только на вечер и для меня это была осень либо зима летом не 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 летом я такие ароматы тяжелые вообще не наношу а так вот она тоже говорит что для нее это тяжелый аромат такой аромат у меня был раза два или три и ксюшке тоже мне очень понравился этот аромат классный и на много в общем ароматов у меня было который показывает оля от гирле мне там видела вот правда tom ford хочу попробовать еще ни разу меня не было там форта ладно я сейчас еще раз все хорошо про послушаю иду иду в начало и буду смотреть самого начала пока готовлю привезла небольшой такой букетик домой красивые цветочки всем доброе субботнее утро у нас как обычно завтрак сегодня у нас не ранний завтрак мы сегодня выспались время в 11 часов мы проснулись и вот только завтракаем у нас поздний завтрак в этот раз получается и обычная еда колбаска бутерброды вот мама привезла сладкую колбаску к чаю или кофе вкусную огурчики помидорчики и блинчики вот она пекла так что простой у нас такой завтрак всем приятного аппетита вот у нас труженик приехал помогать кто кроме нее это все сделает наведет порядок на грязках либо покажи что у тебя такое что-то прыскалка такая да прыскать прыскать да вот поливать можно даже такой прыскалкой а будет когда очень-очень жарко можно и себя поливать друзья всем доброе утро ну как доброе утро как я сказала уже у нас наверно время 12 мы проснулись сегодня поздно в общем я выспалась глебуська у нас проснулся конечно 8 утра но мама моя его бабушка вышла с ним на улице и у нас была тишина поэтому мы конечно хорошо еще досыпали вот хотя я не очень люблю спать в выходные дни как бы сильно долго много потому что день у меня потом становится короче и выходные пролетают вообще незаметно я конечно и выходные люблю вставать тоже рано чтобы успевать все сделать дела но другой стороны выспаться тоже хочется в общем конечно выспалась настроение сразу хорошие сил больше вот и мы позавтракали сейчас мама пошла у меня полоть грядки вова там пошел в теплицу пропалывать помидорчики а я хочу сделать маску и моя задача готовить обед я землей как-то не совсем люблю позиция не очень да я конечно могу полоть меня на меня тоже находит это желание но большинстве случаев я занимаюсь обедом вот у нас такие обязанности распределены между нашей семьи у нас мама вова занимается городом мама когда приезжает помогает там с прополкой вова там тоже либо косит траву либо ну что там копает там грядки не знаю что вскапывает землю тоже пропалывает помогает я занимаюсь основном всегда готовкой обедом ужином чтобы у нас все уже было готово когда мы захотели покушать вот ну и когда стесни получается тоже там помогаю и и поливаемся мы все вместе всей семьей все грядки поливаем мы всегда все вместе но это я уже показывал так вот сейчас пришла сделать масочку хочу вот привезла все свои маски сюда вот сейчас хочу сделать маску походить с ней пойду там как раз посуду помою пока она мне будет действовать а потом и кстати еще а у меня кстати ноготь в этот пал смотрите немножко наращивание такое делала у меня потому что ну я же все так же вам говорю что у меня ногти очень маленькие очень хрупкие они вот только-только вырастает и они мне сразу просто обламываются приходится подстригать либо там вытачивать но малюсенькие вот я немного нарастила и на всех пальчиках буквально вот у меня вот этот пальчик был наращенный вот этот вот вот этот вот этот а вот эти это мои ногти тут здесь они подросли буду просто показывать их нам без по без этого без накатка но хочу сходить возможно на неделе сделать конечно поправить дело некрасиво так ходить ну вот в общем привезла все свои маски различные вот сегодня сказала маме обязательно вечером маме там масочку тоже сделать с мамой еще вечером какую-нибудь нанесем ксюха у нас или не поехала у нее там сессия началась в университете поэтому она осталась у нас городе и вот кстати мне пришла еще пришли маски здесь сколько этого три штуки три штуки это у нас получается тканевая маска с экстракт с экстрактом жемчуга вот такие еще масочки сейчас выберу какую-нибудь маску нанесу и пойду помыть посуду нанесла в общем вот такую масочку фруктовую выбрала с фруктами от елизавета и я заказала тут на днях вот такой называется мезороллер что ли я забыла как это называется штучка для лица с титановыми иглами еще вот не пользовалась хочу попробовать потом расскажу как мне понравилось или нет ну все пока маска у меня на лице пошла быстро заниматься делами потому что время бежит время летит выходные просто моментом пролетают а мне надо много чего успеть пошла мыть посуду пока маска действует а потом уже приведу себя порядок зачем ты наклонил обе его поднимают поймал но и кати бросай а если так так ловить надо этой штучкой же такой ты лови нет надо мячик достать наверно или как попал в ловушку мячик у тебя до вот как надо хлеба надо да вот у нас трудяга в теплице в теплице такая жара пот льется в три ручья трудяга у нас трудиться не продыхай нет это почему мама нас любит землю я говорю вот только что что у нас обязанности отделены я отвечаю за кухню за ужин за обед я готовлю мама тоже любит помочь с прополкой вот помогает самая тяжелая это конечно в теплице когда жарко здесь просто невозможно находиться просто красота до этого было столько здесь травы вот у нас огурчики уже вроде огурцов у нас всегда достаточно бедрами собираем в том году у нас вообще по-моему до сентября да мы все у нас огурцы прям мы снимали огурцы фики за это самая прекрасная приправка для шашлыка обожаю соус вот я в тот раз показывала в том влоге соус грузинский мне понравился покупала в магазине монетка и добавить чесночка кинзы порезать мелко-мелко обалденный будет вот этот соус для шашлыка так что кинза мне подросла следующий раз можно будет шашлык сделать в этот раз мы уже не стали брать мясо вот посмотрим может быть и рыбку сделаем но не знаю сейчас мы поедем в другой как сказать такой город поселковый недалеко от нашей дачи находится самый ближайший там где есть побольше магазинов вот мы хотим купить шланг для полива чтобы нам было удобно поливать грядки и посмотрю может быть рыбку возьму и вечером рыбку и грибочки наверно сделаем на на гриле ой почему я все время гриль называю на как она называлась на мангале сейчас покажу как у нас другой теплицы стало все чисто там у нас помидорчики растут а здесь у нас помидорчики в этом году они тоже у меня получились какие-то низкорослые обычно но не знаю может быть это и к лучшему потому что у нас обычно вот такие помидоры что доставали аж потолок теплицы чрезмерно такие высоченные были постоянно прям по веревке у нас видите веревки вот натягивает они прям по веревке вот так у нас вьются такие высоченные всегда были а мы все время хотели низкорослые вот может быть я купила сошь низкорослая даже уже не помню по выбрасывала все все время хочу оставлять вот эти пакетики где семена находились из выбрасываю забываю их оставить что потом почитать какие же покупала семена вот следующий раз обязательно уже буду все сохранять чтобы понимать какие семена берутки нам понравились так что вот такие у нас помидорчики низкорослые но может быть это и к лучшему пока вот они вроде бы стоят не дай бог чтобы все было у нас хорошо помидорчики осень потом ели мы кушали а сегодня у нас опять жарко это классно мы сейчас поедем как я уже говорила до города купим поливочный насос а не насос на шланг ой запнулась каких остается с бабушкой глядим лепка пошел спать бабушку пошла выкладывать и котишка закрывает ворота давай пока а мы сейчас быстро сгоняем магазин погода супер а вы что грыть везет в общем мы заезжаем верхневенск поселок такой небольшой долине недалеко от находится от нашей дачи и поэтому мы всегда можем любое время приехать какой-то магазин любой хоть продуктовый быть хозяйственный и сюда же мы приезжаем покупаться на озеро на пруд пруд приезжали я снимала в том году как мы приезжали девчонками покупались вот и сейчас нам нужно будет хозяйственный магазин также есть здесь и монетка пятерочка для вот инструменты там различные магнит косметик тут же у них есть а вот там далеко на не видно я не покажу я очень заметила что вон там далеко на камеру не успела меня заснять этот пруд вот магазин красный и белый магнит здесь киоск с чем с ухтами а лепешечки какие-то здесь магнит к углу здесь вот фрукт продают киоск с фруктами фрукты и овощи магнит косметик вот смотрите на жара видите как люди идут раздет ну платишко сарафанчиков платишко раздетые у нас сегодня опять жарко хорошо на улице пятерочка лейку тоже купили смотри а лейка какая такая же да наша похожа да мы все ищем лейку чтобы лейку ищем чтобы насадка вот это не выпадало хорошо держалась и дырочки были проснуты и так хорошо что ни одной струйкой убежала полностью вот у нас вот так вот все горы спуск наверх вниз вот здесь тоже монетка на горке и вот здесь памятник стоит а вечный огонь вот здесь можно наблюдать успела догонтить так и на этой стороне у нас вот универсальный центральный центральный магазин называется для всей семьи вот сюда мы и пойдем все взяли мы шланг взяли мы все взяли мы шланг взяли мы кашпо для цветов сейчас приедем посмотрим как у нас цветочки туда рассадим может красиво как я хотела на баню повешаем мама купила питуньи поэтому сейчас будет цветочки у нас делаем красиво как пакет за 3 что я взяла фломастер и кайта мы закроют эту штучку да вот сейчас приехали ездили вешнеевинске там взяли тебе рисовать до а еще пыльный пузыри дыр вот все книжку читать вот такую про котика будешь читать да и раскрашивать река то боже скрашивает сейчас на улице а потом на улице пузыри будешь пускать такие да вкусно пахнет мы когда понюхать всем пахнет ну это просто мы пузырьки смотри лови 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 пузырьки воздушные до мыльные полетели полетели да так ну оттуда на полянку вот такие грибочки взяли карамельные да карамельные шапочки и печеньки очень вкусный так грибка так грибка вкусно нравится делаем грядку по цветочки не грядку а как такое заграждение типа потом посмотрю может быть экспрессе или каких-нибудь магазинчиках я видела такие заборчики по цветочки по цветы на ограждение такое как-то их определить что у нас тут цветочки пока делаем так в эти кашпо посадили это не так пока для разнообразие понемножку посмотрим как они у нас будут как они приживутся и вот сюда а будь дорог солнышко я даже не вижу что снимать либо это осторожно это же инструмент такой вот и там у нас получается будут лилии и пиончики вот у нас вот у нас лилии тут вот я не знаю как вот этот называется цветок такими шариками он сиреневыми и пионы а здесь у нас вот стол и будут потом все в пионах пионы когда распустятся будет очень красиво то есть вот у нас лавочки стол будем завтракать или обедать или ужинать и у нас там красиво будет распускаться пионы и дальше цветочки то есть у нас как бы тут такая линия с цветами катя все пузыри пускает а глебу интересно что-нибудь помогать молотком бить котики закручивать или что-нибудь мастерить на глибо тебе нравится мужскими делами до заниматься интереснее чем мыль на пузыри пускай до гляб давай измеряя измеряю нам надо лесенку починить вот давай примеряя измеряй ремонтируй да какой длинный паровоз рулетку относить помогает там делать я пришла готовить ужин мы сегодня без обеда у нас жара даже кушать вообще не хочется тем более что мы стали сегодня проснулись поздновато и завтракали тоже как бы не так рано поэтому обедать мы сегодня решили что не хотим никто не хочет вот и поэтому будем только ужинать сегодня у нас не будет шашлыков мы решили не каждый выходной делать шашлыки поэтому у нас сегодня будет простой очень ужин этом я сейчас хочу отварить рис купила вот такой рис я всегда его беру беру и когда плов готовлю и когда просто отвариваю обожаю вот эту марку националь риса потому что когда купишь чуть подешевле то рис потом вообще в кашу превращается поэтому всегда всегда покупаю уже давно я не знаю уже сколько лет я покупал такой рис вот сейчас отварю рис и у нас есть филе куриное и я сделаю вот как они называются то а ну листы для жарки до без масла вот я уже поставила сковородку масло я сюда наливать не буду без масла на горячую сковородку вот открыла уже вот эту пачку одну нам наверное 1 и хватит и проложу сюда филе закрою этот листочек и на сковородочку и вот еще у меня будет салатик салат у меня будет помидоры огурцы перчик болгарский у меня есть у меня есть вот такой пакет очень любимо брать вот такие салатики уже готовы и надо мыть айсберг радичо романо это я не знаю айсберг только ладно ну в общем очень вкусный такой микс скажу что это микс салата да это микс вот сюда накрошу помидорчики огурчики болгарский перец масличка заправлю и будет классно салат у нас так что вот взяла грибы купила грибы такие хорошие прям в этот раз вообще сейчас покажу помидоры огурцы капуста мы хотели из капуста еще салат сделать но лучше вот таком и сделаем и вот грибы и такие хорошие грибы в этот раз купила пятерки зашли а там грибы привезли вот но гриле что-то мы не хотим сегодня что-то мы решили так просто по отдохнуть поужинать просто посидеть не разжигай пришла в баню еще сходить а в бане я хочу сегодня хорошо провести время потому что у меня есть новый скрабик все дела там всякие масочки все хочу подольше все это поделать у меня еще носочки есть для опяточек поэтому готовлю сейчас ужин сегодня таким образом вот ну и потом покажу корень уже получится вот остальные мои там в огороде на участке находится глибка ходит видно нет вот там бабушка где-то полола тоже грядки вова занимается нам готовит участок под цветы в общем что я вам говорю быстро начинаю готовить время не трачу поехали лесок беру 1 2 и на него кладу филе или нет вот и но филе я не солю ничего не перчу ничего не делал но сегодня мне захотелось сегодня мне захотелось вот такой приправу примени час купила средь средиземноморская кухня приправа вот не захочу попробовать 4 и еще посыпаю это тут тоже есть такая же может быть она такая есть так немножечко этого не нужно делать раз есть на листе то уже это одинаково очень похожи ну ладно и вот так вот на листочек укладываю это когда по-быстрому не хочется заморачиваться что-то выдумывать все и но уже разогретую сковородочку просто выкладываем в течение пяти семи минут каждой стороны но я кстати больше дел я не пять минут я все-таки жду чтобы она как-то приготовилась пять минут мне кажется это мало я минут наверное так 15 делаю двенадцать и переворачиваю пять минут мне кажется мало не она не совсем готовит приготовиться я по две штучки буду жарить потому что у нас плит-плитка всего двухкомпорочная дети поставила воду на рис и здесь у нас корочка потом покажу как получится так у меня трещит там плитка скорее всего потому что я тоже уже не раз слышала когда готовлю здесь на даче и когда что-то снимаю слышу что у меня видимо плитка тут как-то нашумит трещит сейчас я просто помешиваю рис включила уже запись и вижу что надо рис помешать сейчас помешаю рис ребят подождите подождите мне немножко сейчас я помешаю тут рис вот да плитка скорее всего у меня трещит поэтому какой-то звук получается трескотни много и вот хочу сделать салатик очень просто здесь вымыт уже салат готовый да еще хотел сказать что у меня такая вот чеплашечка салатник такой пластмассовый как тазик да но здесь и я не привезла посмотрела что салатников меня абсолютно нет хотя у меня дома полно салатников которые можно сюда привезти в общем хочу прозрачный салатник привезти сюда чтобы у меня салатник был тоже здесь поприятнее привезут в следующий раз очень не забуду надо мне записывать потому что мне память вообще куриная все забываю вот так вот утрясаю салатик нарежу помидорчики и огурчики а кстати забыла на дачу перчик достать муха какая-то залетела конечно на дачу мухи пауки в общем сейчас я перчик почищу почистим перчик и добавим салатик наш семечек все перчики почистил теперь можно их нареживать паука в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Ну и все, у нас вот такой ужин, там вот салатик я его отрезала и показывала, сделала рис, морковку с луком обжарила и перемешала с рисом вместе под крышку. И у нас получились, вон там, ты задвинул тарелок, подвинь, пожалуйста, куриное филе, как я показывала, его делаю в листах магии со специями. Все, и у нас чайная колбаска сладкая будет. Сейчас еще чайник поставили уже. Глебка, кушай рис. Да. Вкусно? Да. С салатиком, да? Ну давай, тарелка-то у тебя там почему внизу-то? Вот столом надо кушать. Как удобно, что ли? Ага. У нас уже солнышко зашло, в домике, конечно, жарко, а тут уже прохладненько на улице. А, кстати, забыла показать цветочки. Как у нас получились цветочки. Ну вот, здесь мы вот так вот посадили. Сейчас покажу. Вот. Ну потом я посмотрю, какую, может быть, другую загородку вот купить. В фикс-прайсе видела, возможно, там куплю заборчики. Вот, примерно вот так вот будет у нас цветочки расти. Там у нас лилии, пионы и вот тут вот тоже рассадили цветочки. Ну вот еще надо вот здесь перебрать, нам красиво сделать. Все, и я тоже пойду ужинать. Вон все. За отличный выходной. Слава богу, что он был теплый. Со светом, с газом. Что свет не отрубали. Да? Что свет не отрубали, газ не отрубали. Свет все есть. Солнце было. Жара, тепло. И сейчас прохладно. Ну кто у нас вымылся в баньке? Кто с баньки пришел? Кто у нас в баньки пришел? Хороша вымала бабушка тебя, да? Фикольно. Сейчас с Катюшкой выбрали маски. Это она выбрала себе с манго. Это она бабушке выбрала с жемчугом. Так, тканевая маска для лица с экстрактом жемчуга. Что она делает? Разглаживает, осветляет, омолаживает кожу, напитывает глубокие слои влагой. Кожа становится ровной и сияющей. Так что вот, надо тебе будет подержать. Сколько? 20 минут. Сейчас у нас вечерняя процедура. Мы в бане. Я намылась. Очень хорошо намылась. И теперь хочу сделать на ножки. Такие вот носочки надо надеть. Это у нас пилинг для ног с экстрактом папайи. Вот здесь надо будет носочки. Оденьте на носочки и зафиксируйте. Подержите через 60-90 минут. Надо их снять. И через 3-7 дней начнется процесс отшелушивания. Я уже делала. У меня ножка была потом как персик. Гладкая, нежная. Офигенная. Поэтому еще раз. Ну, я делала в том году. В смысле, я делала в том году. Поэтому сейчас я снова хочу это сделать. Давайте посмотрим, что там есть у нас. Вот носочки. И вот эта вот эссенция. Видимо, надо залить в носочки и надеть их. А потом можно сделать, когда уже кожа вся облезет. Потом можно переменить вот такую маску питательную для ног. И полосочку для носа сейчас сделаю. Вот так вот на нос сделаю, чтобы убрать черные точки. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...